Друзья, у нас сегодня прекрасная температура для конца января, аж плюс 3 градуса Собственно, день, мы едем, как вы видите, по разбитым манерельским дорогам И на боевские дня вопрос, даже не то, что вопрос, да, была такая небольшая ремарка Я решил ее развить в виде отдельного видео по поводу того, что вот 3-0 у нас находится под следствием И типа была ремарка, что неужели даже ради того, что едет премьер-министр, ну это такой легкий сарказм, я так понимаю Не перекрывая дороги, я подумал, что, наверное, интересно будет поговорить по поводу того, как выглядит, не знаю, система безопасности Да, как выглядит система кортежа, пропускания, не пропускания там высших лиц государства на дорогах Я думаю, извините, не безинтересно будет послушать вам Ну так, собственно, начнем с того, что с кортежами канадские премьер-министры ездят только за границей Когда им оказывают какие-то высокие почести, вот они приедут в какую-то страну И тогда, соответственно, если та или иная страна хотят там как-то очень сильно уж порадовать, я не знаю, как это еще Продемонстрировать свое уважение канадскому премьер-министру или канадскому министру То тогда, собственно, включается система кортежей, мотоциклистов там и тому подобное Если мы говорим про то, как они перемещаются, то есть высшие чиновники Министры, сенаторы, премьер-министры То они перемещаются как простые обыкновенные смертные люди За исключением того, что если мы говорим про премьер-министра То премьер-министры обычно перемещаются двумя машинами, с сигналами, собственно, и все Если мы говорим про министров, то они вообще очень часто приезжают на своих собственных машинах Сенаторы, депутаты, то есть наши депутаты, которые заседают в палате общин в канадской Они ездят на своих собственных машинах Либо на каких-то государственных машинах Насчет водителя, не зная, подозревая, что водители тоже идут за свой счет То есть не за счет государства За счет государства идут машины с водителем только для, насколько я знаю, для премьер-министра Для министров и для глава генерального штаба Такого рода должности Все остальные машины, все остальные должности Свои собственные машины Свои собственные затраты на водителей и так далее и тому подобное Теперь, что касается систем безопасности Вот, допустим, Джастин Трюдо приезжал в Шеребрук Как это выглядело? Приехал просто кортеж из трех машин В одной машине было Трюдо и две машины, так понимаю, охраны Собственно, все на этом закончилось Никаких перекрытий улиц, никаких часовых стояний, ничего этого нет То есть едет машина, включается спецсигнал По спецсигналу, как вы знаете, в Канаде и в других нормальных странах Принято прижиматься к обочине, либо слева, либо справа И уступить дорогу для машины со спецсигналами Собственно, кортеж с премьер-министром проезжает Все снова возвращаются на свои места И продолжают движение в нужном им направлении То есть все Еще раз говорю Никаких там геморроев с остановками, перекрытиями и так далее Я знаю, что у тех государств, которые считают, что они супер-купер Просто мега-страшные, мега-большие, мега-важные Там принято какие-то многодесят машинные, скажем так, кортежи устраивать Устраивать перекрытия улиц и так далее Канада не считает себя какой-то мега-важной большой страной Высшие деятели совершенно спокойно ездят по улицам Спокойно выходят из улицы с минимальной охраной Здороваются с людьми, общаются с людьми и так далее Вот недавно, кстати, буквально подавчера была Точнее, пресс-конференция А тур Джастину Трудовшу в Шарбрук, в Кейбек И, соответственно, он просто приезжает в город Встречается с людьми, с теми, кто хочет Да, то есть там нет такого, что пинками под пятую точку Обязательно приди и присутствуй на этом собрании Все, кто хочет, приходят в мэрию и, соответственно, задают вопросы премьер-министрам Вопросы на любую тему Начиная от того, что ж ты как-то такое наделал Заканчивая, что вы планируете делать на тему того Мы бы хотели, чтобы вы подумали о том-то, о том-то И, соответственно, там есть специальные люди, которые ведут стенограмму всех этих встреч Которые фиксируют вопросы для подумать И после этого из этого вытекают какие-то законы, возможно Возможно, ничего не вытекает Ну, как бы то ни был Факт то, что человек спокойно приезжает, премьер-министр С минимальной охраной, с минимальной помпой И встречается с простыми людьми Это абсолютно нормальная практика и так далее А теперь вот что касается ситуации, когда перекрывают улицы Какие-то непонятные телодвижения в целях безопасности Эти все вещи происходят, как правило, когда приезжает американский президент Я был в Отаве, когда, когда в прошлом году, получается, да Да, в прошлом году, получается Когда в Отаве была встреча президента США, президента Мексики и премьер-министра Канады Так называемый там саммит Трес Амигус И я просто видел, как бы, цели, меры безопасности Да, я видел несколько машин с американскими номерами Ну, то есть машин такие тонированные, джипари здоровые Ну, это явно, как бы, служба безопасности Которая рассекала И я видел перекрытие центра города в районе парламента Ну, понятно, что там будет, как бы, президент США Собственно, вот Единственный раз, когда я в Канаде Видел какие-то там предпринимаемые меры безопасности Когда в страну приезжал Какой-то человек здесь стал Приезжать Когда в страну приезжал президент США Соответственно, было понятно, что Это ради него все делается То есть не ради канадского премьер-министра А ради американского президента И, собственно Я помню еще, когда я смотрел новостной блог Посвященный, как раз, Терес Амиго Вот этому саммиту Я видел, что на каждом углу Как раз были выставлены всякие безопасники Я так понимаю, что там смесь американских и канадских было Этих самых безопасников Но, еще раз говорю Даже когда я посещал заседание парламента Канадского, федерального, да, в Оттаве Я не видел такого количества сотрудников службы безопасности Хотя там был премьер-министр, все федеральные министры там и так далее Ну вот Для Канады, скажем, вот эти вот понты связанные С кучей охранников С перекрыванием дорог там и так далее Это что-то скорее экстраординарное, нежели ординарное Так что вот Такие вот у нас дела в плане безопасности В плане кортежей И вот последняя ремарка Как раз одно из недовольств Которое было связано с именем Стивена Харпера Это было то, что он себя стал вести как американский президент То есть у него какой-то длинный кортеж появился Какие-то безопасники, там еще что-то Он стал себя чувствовать таким небожителем И канадцам это очень, собственно, не нравилось Канадцы по этому поводу неоднократно глумились Издевались Там были шаржи на него на эту тему Какие-то еще что-то В этом роде, в этом духе И, собственно, это был еще один камешек В пользу того, что его не переизбрали И он вылетел из политики Так что все За этим я заканчиваю на этой оптимистичной ноте Желаю всем удачи и хорошего дня Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok